Всем привет! Радостная погодка, которая дарит нам чувство счастья, то что скоро будет тепло, скоро будет лето, и можно наконец-то будет погреться под теплым ярким солнышком. И сейчас я вам хочу снять мой заказ с сайта iHerb, и если вам интересно, оставайтесь со мной. И давайте же смотреть, что я заказала. Вот. Сначала покажу, что мне пришло в подарок, когда интересно. Некоторым приходят лизинцы, я смотрела на некотором ручке, но мне пришла такая интересная магнитная закладка. Вот. Это магнитики, вы так приклеиваете с эмблемой iHerb. Дальше. Так. Сначала покажу, что тут еще шло в такие наклейки с моим заказом. То есть тут написано, как я поняла, это должно было клеиться на коробку, то, что я заказала. Вот вы можете, кому не терпится быстренько прочитать, поставить на паузу. Из бесплатности, что я заказала. Я заказала сумку iHerb. Такой пакет. Очень достаточно качественный материал. Я думала, будет гораздо тоньше. Но такая хорошая сумка для покупок, для всего-всего-всего. Такая достаточно большая, очень, мне кажется, для покупок, кому надо, очень-то даже будет классной. И достаточно хорошая сумочка, да. За один доллар. Конечно же, как же нельзя было заказать. Это... В инстаграме я уже выкладывала. Это стевия. Экстракт стевии такой жидкий. С ароматом шоколада. То есть, пахнет шоколадом. Вы добавляете его в кофе. Тут достаточно 5 капель. 5 капель, тут написано 5 капель, как надо. Я добавила 5 капель и достаточно вкус сладкий. Но как я привыкла кофе пить без сахара, и мне нравится его терпеть и горький вкус, то достаточно мне, наверное, будет 3 капельки, чтобы осуществить аромат шоколада. Ну, и для кофе тоже аромат шоколада, когда ты смешиваешься, получается аромат капучина. В общем, тут, как вы видите, 0 калорий, 0 всего-всего. Конечно, я не знаю, как это можно добиться, потому что любой продукт содержит определенное количество жиров, углеводов и белков. Но я так понимаю, что именно 0 калорий в 5 каплях. В 5 каплях 0 калорий, то есть, если вы добавите в случае кофе, то это будет 0 калорий. А в этой палочке может быть где-то сотых, сколько это все-таки есть. Но это, в принципе, не страшно. Такую интересную вкусняшечку я ее заказала, просто так, чтобы попалываться, больше 1 доллар. Поэтому я не могла такую акцию пропустить и заказала такой бутылечек вкусненькой вкусняшки. Следующий мой продукт – это витамин, ой, не витамин. Это цинк 50 миллиграмм, марка 21 век. В общем, это цинк. Цинк, почему я заказала цинк? Потому что цинк, он очень важен для кожи, волос и ногтей. И действительно, когда я пила витамины с цинком, по-моему, цинкит, такие витамины шипучие, то у меня состояние кожи было гораздо лучше. И теперь, поэтому я решила пить этот цинк. Достаточно его пить, один курс, то есть вот такие таблетки тут. Один курс в полгода. Мне как раз этого хватит на месяц, думаю, что. Хотя нет, тут 110 таблеток. Я буду пить, наверное, одну таблетку в день, поэтому мне это хватит на два приема цинка. И, что скажу, для иммунитета также важен цинк. Он улучшает иммунитет. И поэтому думаю, что зимой, конечно, сейчас весна. Весна пора тоже многих заболеваний, потому что становится жарко, тепло, и потом мы часто простужаемся. Поэтому думаю, витамин... Ой, какой витамин? Минерал цинк, он, конечно же, мне в этом поможет. Так, что еще хотела сказать, что для волос важен, для кожи. Я читала отзывы там, что одна девушка покупала этот цинк, и у меня состояние кожи улучшилось, да. И поэтому я, конечно же, очень возлагаю такие надежды на него, что мое кожа состояние улучшится. И еще то, что я заказала для улучшения состояния вообще всей кожи, организма, это биодобавка, детоксикационная биодобавка, как сказать, регенератор печени. Я уже, вы, наверное, видели в моем предыдущем видео, что я рассказывала в конце о детоксикационных панчевском. Это будет видео, где я расскажу о том, как их использовать, в принципе. Да, и вот очередная такая покупка из этой серии отчистки организма. Это детоксикационный регенератор печени. Ну, вообще-то, как вы знаете, кожа – это, как сказать, зеркало нашей внутреннего состояния, состояние наших органов, и поэтому какие-то проблемы в организме, они уже сразу вылезают на лице. То есть, знаете, есть локализация, как сказать, акне по разным зонам лица, которые соответствуют определенным органам. И думаю, что мне это средство не помешает, тем более печень не мешала бы очистить, потому что мы часто пьем таблетки всякие, которые просто губительно на нее влияют. И тут вы можете посмотреть, какие аминокислоты сюда входят. Я сейчас прочту. Так, тут есть витамин С, что также является важным антиоксидантом. Какие еще важны? Тут артишок, разный панкреатин. Кстати, панкреатин – это фермент, тоже очень важный для того, чтобы облегчить вас в состоянии. Энзимы разные. Ну, то есть, энзимы – это и есть панкреатин. Энзимы – ферменты, которые помогут лучше переносить какие-нибудь тяжести в пищеварительной системе. Эль-глютатион – тоже аминокислота. И эль-карнитин – это важные аминокислоты, которые участвуют в обмене организма. И, в том числе, печень очень нуждается в этих аминокислотах, так как необходимо для обезвреживания токсинов и разных, как сказать, вредных веществ. Дальше покажу, что я заказала. Это я заказала зеленый кофе. Самый, по-моему, дешевый – вот эта баночка там была. Тут 60 таблеток. И цена, цена… Так, чтобы вы посмотрели цены, я сейчас сделаю вам… Вот здесь была у меня в коробке такая, как сказать, клейка-лента, где было написано. Вот поставьте на паузу и посмотрите здесь цены, которые вас интересуют. Сейчас я посмотрю, сколько стоит именно этот… Так, витамин… Ой, цинк стоил 1,55$. Так, стевия получилась со скидкой 73 цента. Детоксикатор печени 11,30$. Кофе 5,6$. Да, я думаю, что, по-моему, 60 центов или что. Вот в общем, 5$. 5$ стоит 60 таблеток. Но это не таблетки, это капсулы. Капсулы лучше, чем таблетки, потому что они лучше достигают цели. Вот такие капсулки. Запаха у них такого, как нет. Я заказала кофе, потому что… Зеленый кофе, потому что это, во-первых, сильный антиоксидант. Это кофе содержит хлорогеновую кислоту, которая является очень, как сказать, хорошим веществом для нормализации обмена веществ, в том числе для тех, кто хочет похудеть. Конечно же, я думаю, зеленый кофе такой сильной силой не будет обладать. Но для активации жизненных процессов, для повышения активности, бодрости, такого сутричка, то я думаю, это также будет хорошим заменителем кофе, на которое часто не хватает времени просто его выпить. Дальше. Кстати, вот эти таблетки, это тоже не таблетки, это капсулы. Пахнут они, не скажу, что прям приятно, конечно же, есть запашок такой, но это натуральный запах, от которого они избавятся. Дальше я заказала кисть Эко Тульс. Кисть Эко Тульс обошлась мне 4 доллара и 36 центов. Вот в таком футлярчике я ее уже достала и ей уже использовалась. Сегодня я ей пользовалась, поэтому я ее сейчас помыла, и она у меня немного такая, видите, влажненькая, не высохла. Кисть Эко Тульс. Сначала я хотела заказать эти кисти на сайте Алиэкспресс. Знаете, там есть такие наборчики, но посмотрев, я подумала, что нет, нет, разница очевидная, что где подделка, где нет. Даже вот сам вид Эко Тульс, вот здесь видите, другой совершенно цвет металла, значок Эко Тульс. И действительно, ну да, скажу, что не знаю, то ли от тонального крема, то ли почему. Ну, она немного полосит, конечно, но мне как раз нужна была кисть для нанесения тайнерного крема, потому что руками наносить все-таки неудобно и неэстетично. И я довольна этой кистью, буду заказывать теперь кисти на iHerb. Да, и последний продукт, который я заказала, я сейчас прочитаю, это Диккенсен Брэнс Тоник. Тоник обошелся мне 4 доллара. 4 доллара за 473 мл. В общем, я заказала для себя большую упаковку Тоника. Как вы можете его видеть. Диккенсен Брэнс, 100% натуральный ингредиент, 473 мл. И скажу сразу, что я, когда его открыла, аромат просто меня убил. Точнее, это не аромат, а запашок. Такой запашок, я думала только что, чем он мне напоминает. Такой запах хлеба с подсолнечным маслом, в общем. Пока не решила не прочитать, что в него входит. А входит в него, сначала я посмотрела 14% спирта. Я подумала, что он спиртовой, хотя на самом деле спиртом не пахнет. Тут уходит зерновой спирт, 14%. Отсюда и такой запах зерна. То есть не очень приятный, сразу скажу. Но привыкнуть к нему можно. То есть он такой нормальный. Не то, что фу, воняет, а нормальный. Привыкнуть к нему можно. И этот тоник подходит даже для очень сухой кожи. Как тут заявлено. У меня кожа комбинированная. То есть жирная, кстати, написано, почему я его заказала. Он, видите, 4 его основных действия. Он сужает поры. Действительно, я заметила, что мои поры. Не знаю, как ему удается это делать. Но, наверное, он все-таки оказывает какое-то влияние. Зерновой спирт на кожу. И мои поры стали менее заметны. Не скажу, что они ушли. Но не незаметны, это точно. В общем, этот тоник я буду использовать. Как видите, мне не допользовать его. Буду использовать. И он мне очень понравился. Я заметила, что мне ни одного прыща за 3 дня не вылезло. И пятна от пустокне, такие, которые сухие, красненькие, они заметно уменьшаются. И кожа регенерирует. Она такая после этого тоника гладкая, шелковистая, блестящая, здоровый цвет лица. И поэтому, я думаю, этот тоник просто must have. Если у вас проблемы с кожей, и вы любите очень тоники, но они вам не подходят, которые у меня были до сих пор, я пользовалась Эйвенскими. Но теперь, вот только этот тоник, конечно же, я просто люблю его уже всем сердцем. И пользуюсь им постоянно, где-то 3 раза в день протираем лицо. Он совершенно не сушит кожу. И совершенно, как сказать, для жирной кожи он в то же время подходит. В общем, да, это, если кто из-за тоники на iHerb, кто любит тоники, я знаю, что там многие тоники любят Тайлерс. Но я решила быть таким исключением, заказывать тоник Тайлерс, а заказать тоник Диккенсен. И я не смотрела видео-обзоры на него, просто заказала так вслепую. Думала, что будет простая вода, потому что 4 доллара за 473 миллилитра. Ну, сами подумайте. Но это не простая вода. Просто замечательный регенератор кожи, как я могу для себя его назвать, для ежедневного использования. В общем, из всего заказа, это сейчас я пользуюсь им просто каждый день. И это, конечно же, самая звезда моего заказа будет. Поэтому я могу всем советовать этот тоник для всех типов кожи, особенно у кого сухая кожа. Очень хорошо подходит этот тоник. Я думаю, вам, вы будете недовольны. Конечно, сразу же предупреждаю, что насчет запаха вы будете немного шокированы. Потому что запах – это не цветочки, не вкусненький аромат, а такой зерновой спирт. Если вы нюхали зерно, то, наверное, можете догадываться, чем пахнет зерновой спирт. Но, в принципе, этот запах выветривается через минутку, так и поэтому особо проблем у меня с его использованием нет. И запах я ему могу простить. В общем, много я уже сказала про этот тоник, потому что это звезда моего заказа. Ну, в общем-то, все, наверное, на этот раз. Конечно, готовится мой следующий заказ – iHerb. который я еще не отправила, но скоро отправлю сегодня, наверное, и буду его ждать через две недели. И всем спасибо за просмотр. Еще раз поздравляю вас с весной, с началом весны. И пока-пока!